доктора расскажите о самых неловких ситуациях которые у вас были с пациентами противоположного пола я работала медсестрой был у нас один молодой врач первый день в акушерстве у одной пациентки начались преждевременные роды обычно доктора говорят сейчас я прикоснусь рукой к вашей вагине или сейчас вы почувствуете зеркало на половых губах врач так сильно нервничал что в итоге ляпнул следующее сейчас я прикоснусь своими губами к вашей вагине мне было 16 лет у меня иногда кружилась голова если очень быстро вставал я был уверен что со мной все в порядке но мама решила что я болен она отвела меня к доктору которая решила проверить меня на рак яичек на моем лице читалась тревога так как я не особо хотел чтобы старая азиатка игралась с моими шарами доктор заметила эту тревогу на моем лице и решила что если со мной поговорить на молодежном то я успокоюсь она сказала с азиатским акцентом йоу я потрогаю твои шарики я почувствовал себя крайне неловко срань господня у меня был точно такой же случай с доктором азиаткой йоу я потрогаю твою пипирку пациент на связи я жила с родителями в небольшом городке как-то раз мне нужно было посетить гинеколога я беспокоилась из-за того что думала будто во влагалище мог застрять тампон это физически невозможно но на тот момент я этого не знала к сожалению единственный доктор которого я могла посетить был друг моих родителей после тщательного обследования он сообщил мне что все в порядке я бы даже сказал что на самом деле твоя шмонька просто роскошно я никогда не была так смущена в те выходные мне пришлось присматривать за его детьми у меня был осмотр прямой кишки я девушка доктор мужчина который меня осматривал сказал какая милая прямая кишка прям как в учебники я так горда наверное это будет моя эпитафия нас учат подробно объяснять пациентам что мы делаем при обследовании женского таза важны деликатные формулировки вместо того чтобы сказать сейчас я помещу внутрь вас небольшое зеркало и вы почувствуете теплое давление мой знакомый сказал сейчас я вас войду пациентка ответила нет спасибо у меня уже есть трое детей в прошлом году у меня был пациент трансгендер из женщины в мужчину который уже завершил свое перевоплощение пока только гормоны и вазоктомии и жил в теле мужчины около года однажды он позвонил мне и попросил сдать кровь на папиллома вирус я сказал ему что тест на папиллома вирус делается мазком так как у него еще оставалась матка я предложила сделать мазок при помощи тампона он согласился это было сложно и болезненное обследование он никогда не рожал пока еще был женщиной а из-за тестостерона который он принимал вагинальный канал стал меньше суши ему было больно даже от самых маленьких инструментов неловкость для меня заключалась в том что он был доволен своим превоплощением и жил счастливой жизнью мужчины в то время как я болезненно напоминала ему о том что он когда-то был женщиной я будто бы вторгалась в его частную жизнь ну и конечно в довершении всего лаборатория потеряла образец его теста нам нужно будет повторить эту процедуру еще раз круто что чел отнесся к этому на расслабоне но я все еще чувствую себя ужасно история не про меня про моего друга однокурсника по медицинской школе нужно было сдавать экзамен который имитировал осмотр реального пациента на него записалось несколько человек в качестве пациентов им заплатили за это приличную сумму вдруг вошел в экзаменационную комнату и начал осмотр и изучение истории болезни одной довольно привлекательной женщины сделал то все стандартные процедуры затем он взял шпатель для языка и попросил ее открыть рот засунул шпатель в рот тишина он повторил процедуру после чего сказал это довольно странно у вас нет рвотного рефлекса она улыбнулась и застенчиво подмигнула ему друган не смог закончить осмотр и вышел из комнаты на полу валялся наш учитель и катался от смеха я не врач а студент пациентка проходила обычный рентгеновский осмотр вдруг она начала кашлять я предложил ей салфетки чтобы она прокашлялась в них и и ответ я никогда не сплевываю я всегда глотаю после чего она мне подмигнула мне было 19 лет ей 98 все женщины ее поколения сглатывают это поведенческая черта присущая многим кто пережил великую депрессию ты не мог выжить в то время если был расточительным бедность зашкаливала ты должен был использовать те вещи которые обычно выбрасывались нашел апельсин съешь вместе с кожурой нашел ношеную обувь преврати ее в шлепанцы кожа шелушится добавь ее врагу обнаружила в своем рту сперму глота ее нахрен это нужно было ради выживания работаю в бразильской скорой помощи у 20-летней девушки был ножевой порез груди нож прошелся по обеим грудям поверхностная травма но нужны швы нет пластического хирурга это бразилия начал процедуру они тебе нравятся если восстановишь их и сделаешь вновь красивыми то сможешь поиграться с сколько захочешь медсестра была огорчена процедура заняла 45 минут я наложил швы и передал ее другому доктору после чего свалил мой доктор сказал мне ты такая худая твои органы очень легко пальпировать после чего он прощупал мой позвоночник спереди лол что я хирург женщина 31 год работаю в окружной больнице и ухаживаю за обычными работягами с нашего района я как и они родилась в бедной семье поэтому хорошо их понимаю однажды утром я разговаривала с молодым человеком которому собиралась удалить паховую грыжу его единственным вопросом было доктор а когда я смогу снова заниматься сексом с ним рядом стояла его девушка она была чертовски сексуально я сообщила этому пациенту плохие новости ты проснешься и будешь чувствовать как лошадь ли гнула тебя прямо по шарам так что вы сможете заниматься этим когда захотите но не сегодня мы отвезли его в операционную комнату положили под общий наркоз после чего его стала готовить к операции очень молодая и привлекательная медсестра для тех кто не в курсе подготовка включает себя энергичную чистку паха включая пенис и мошонку чем-то вроде губки на палочке которая выделяет специальный раствор обеззараживающий кожу как только медсестра принялась тереть мошонку у чела встал пациент полностью под наркозом парализован но чем дольше она чистит пах тем больше он становится немая сцена ее лицо краснеет и краснеет а его дружок становится все больше и больше все пялятся на нее в конце концов я останавливаю ее потому что в любую секунду чела может прорвать и мой операционный стол будет залит мы еле справились с этим роном джереми как же я не завидую своему напарнику по операции женатому натуралу с двумя детьми ведь ему пришлось отводить этот взбунтовавшийся хер от меня и остальных после чего я еще раз повторила той горячей подруге пациента что секса в ближайшее время у них не будет она прямо у меня спросила можно ли ей будет отсосать своему парню я сказала ебаш когда чел очнулся после наркоза он задал мне точно такой же вопрос и я дала ему точно такой же ответ он утвердительно ударил по мне кулаком боже как же я обожаю наших людей я живу в саудовской аравии у нас существует огромная стигматизация мужчин осматривающих пациентов женского пола особенно с гинекологическими проблемами кроме того поскольку я живу здесь как иностранец некоторые местные обычаи правила застают меня врасплох один раз я остался за главного в местной поликлинике моя напарница закончила прием пациентов и свалила она думала что сегодня уже никто не придет я был вроде дежурного на всякий случай заходит 40-летняя мать со своей 18-летней дочерью с головы до пят покрытые в паранджу мамаша начинает истерику из-за того что врача моей напарнице нет на месте плюс ее возмущает тот факт что мужчина остался за главного бегло изучение истории болезни дочери этой мамаши не выявила какой-либо проблемы которая помогла бы помочь мне решить стоит ли вмешиваться моему начальнику я попытался поговорить с ней расспросил в чем дело и наврал ей о том что я тут самый главный хотя это было не так я сказал что сделаю все что в моих силах чтобы помочь ее дочери после продолжительного разговора я узнал что дочь привели для проверки ее девственности ее ждала помолвка и выдача замуж в этом месяце им нужно было предоставить документ о ее девственности будущему мужу вместе с этим документом еще и финансовые доки бумаги связаны с ее происхождением и еще кучу другой макулатуры для проверки невесты я потерял дар речи и отрешенно осмотрел девушку в полной тишине она была обнажена до пояса в поранже не было даже щели для глаз после чего я впервые обнаружил в ящике стола толстую стопку официальных сертификатов предназначенных для женщин которые прошли тест на девственность с тех пор я проводил это обследование около 30 раз и видел довольно много женщин у которых не было неповрежденной девственной плевы и которые тихо рыдали от стыда во время обследования я пытался объяснить семьям этих девушек что разрыв девственной плевы никоим образом не является признаком распущенности или даже сексуального проникновения когда я заранее знал что родственники у девушки очень упрямые и недоверчивые то я просто писал что девушка девственница блин кто-нибудь настучит на меня и тогда мне крышка история по теме но со стороны пациента когда я училась на медсестру я пошла на прием гинекологу у нас был целый медицинский центр при универе доктор спросила меня может ли студент находиться в кабинете при приеме я согласилась после чего она уточнила что студент будет парень и еще раз переспросила меня мне стало не очень комфортно но так как я сама училась на медсестру я знала как же расстраивает когда пациент отказывается поэтому я согласилась этим студентом оказался один чертовски привлекательный парень который мне нравился и он увидел внутренности моей пилотки после этого случая я не могла смотреть ему в глаза после того как меня осмотрел гинеколог он спросил могут ли сюда зайти студенты и немного попрактиковаться я согласилась так как мне показалось что он имел ввиду одного студента через 10 минут в кабинет заходят пятеро студентов парни и девушки они по очереди начали засовывать пальцы в мою куньку а потом докладывать гинекологу о том что они почувствовали они разговаривали так будто меня там не было сифилитический шанкар тестоцелы повернувшись ко мне спиной мой гинеколог поправлял их и рассказывал им что они чувствовали на самом деле это ее пенис прикрепленный к внутренней стенке ниже шейки матки ее уретра находится в влагалище она родилась неопределенными гениталиями и прошла косметическую феминизацию в возрасте двух лет но хирург не удалил внутренние структуры и вот так я обнаружила что родилась интерсексуалом и мои родители сделали выбор в пользу лабиопластики в детстве обновлено многие задают вопросы поэтому вот несколько общих ответов я идентифицирую себя как женщина поэтому операция была верным решением мой папа большущий молодец он был отцом-одиночкой и все сделал правильно через несколько месяцев мне удалили пещеристое тело и сместили уретру пониже меня не раздражает тот факт что доктор говорил так будто меня там не было я все понимаю я просто была в шоке от того что узнала про свое состояние таким образом большое спасибо за просмотр в комментариях под видео можешь рассказать о своей похожей истории не забудь посетить нашу страницу в телеграме ссылку ты найдешь в описании и посмотри наши другие ролики пока